Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый вечер, дамы и господа! Национальный симфонический оркестр Республики Эваш-Кортостан приветствует вас на четвертом заключительном лечении музыкально-просветительского абонемента «Сокровичница Романтина». Убедительство просит вас на время программы включить мобильное устройство. Благодарю за понимание. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Эваш-Кортостан. Дирижирует и рассказывает главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Дмитрий Крюков, head conductor of National Symphony Orchestra of the Republic of Эваш-Кортостан. Национальный симфонический оркестр Республики Эваш-Кортостан проводит сегодня заключительный концерт цикла абонемента «Сокровичница Романтина». И наш сегодняшний вечер, помимо главного героя Роберта Шумена, который кочевал из концерта в концерт, посвящен также элитному немецкому композитору, дирижову, 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 педагогу, педагогисту, музыкально-общественному веку, литературному веку, музыкально-пописателю, Карлу Марию Олл Бебер. Он является одним из первых композиторов в мире, композиторов романтиков. Несмотря на то, что жил фактически в классическую поле, его годы жизни это 1786-1826. С одной стороны это классика, с другой стороны уже заря романтизма. И он официально признается как основоположник немецкой романтической оперы. Также он является основоположником немецкого музыкального театра и в целом музыкального театра мирового в том виде, как он его видит сегодня. И, помимо всего прочего, он оказал фиганское влияние, об этом говорит сам Виктор Павел, на Виктор Павел, который в свою очередь является величайшим оперным реформатом, величайшим оперным композитором. В детстве Вебера пошел в музыкальной семье, его отец был оперным копидмейстером. Копидмейстер – это человек, который работает в диагнозе с оркестром, разручивает партии с хором, с певцами, работает с акторами в качестве режиссера. То есть это универсал, музыкант универсал. Помимо этого его отец играл на многих музыкальных инструментах и поощрял занятия маленького Вебера увеличение музыки, искусства, микронных музыкальных инструментов. С детства подобранный хрестящий педобор Михаэль Гайли, брат Пеликова Иосифа Гайли, и выдающийся немецкий дирижер и композитор Аббат Боблер. Таким образом, Вебер с детства уже с лундеркином, но когда ему было до 11 лет, отец написал письмо своему другу о том, что «мой сын – это уникальнейший поцелованный богом талант». В свои 11 лет он является уже автором полностью законченной опыте, не считая предыдущих фрагментарных опытов во всех музыкальных жанрах. А окружающие называют его ни много ни мало «маленьким мозгом». Это всё, когда Вебер был только 11 лет. В 17 лет рекомендации своего учителя он получает место капель-мейстера, как и свой отец, в городе Белеславу, и в течение последующих 10 лет, помимо развития себя как музыкант и композитора, работает в различных театрах в Германии и Швейцарии. Пока в 27 годах он получает место директора и художественного руководителя, главного дирижёра, оперного театра в Прайне. Там, помимо своей славы как дирижёра, композитора, пианиста, он также проставился как выдающийся музыкальный реформатор. Всё то, что мы видим сегодня на концертной эстраде и в оперном театре, все мы именно обязаны вебами. Начиная от рассадки оркестра по группам. Сегодня это для нас много, потому что скрипки сидят со скрипками, делали челюсти, делали челюсти, духовики, духовики, духовиками. Но в то время это было совершенно по-другому. Он организовал полностью раздельные репетиции в театре, когда отдельно работали оркестры, отдельно хор, отдельно ансамбль. Режиссёрские репетиции. Усилил роль самого дирижёра. То есть дирижёр, помимо работы с оркестром, работал также с хором, с певцами, ставил как режиссёр музыкальных произведений. И также произошёл уклон к хорому немецкой копии, например, более глубокомысленной музыке на смену более лёгкой итальянской копии. Помимо всего прочего, в этот период также перестанализуется стиль Бебера как музыканта романтика. Это помимо опоры на народный поттер, также удивительное расширение формы, удивительной оркестровой краски и использование тембров и музыкальных инструментов. Бердиоз, который восхищался, в этом писал следующее. Каков оркестр, аккомпанирующий этим благородным вокальным мелодиям, какие изобретения, какие искуснейшие изыскания, какие сокровища открывает перед нами подобное вдохновение. В 31 год, чуть-чуть позднее, он получил ещё более серьёзный пост директора и главного дирижёра в реформном театре «Рестлинг». Там он находит до ума свою филотальную реформу, полностью христилизует её, упрепляет, и этому возможным способствовал его не только как музыкант, но и как писатель. Он оставил очень много статей, чем-то назвал позднее шумно и важно, очевидно. Статей, которые формируют не просто программу романтично, но являются ещё очень увлекательным чтением, очень красочной и увлекательной литературой. Вот один из его фрагментов, вот то, что такое роман, это писал в этой своей статье. Мнимый беспорядок этого мира на самом деле заключает в себе внутреннюю связь, пронизанную самым искренним чувством. И надо только уметь воспринять её своими чувствами. Поэтому задача подданного мастера состоит в том, чтобы властно царить и над своими, и над чужими чувствами, а чувства, которые он передаёт, воспроизводит как постоянные и наделённые только теми, цветами и нюансами, которые тотчас же создают в душе слушателя некий целостный полностью. Помимо опер, он писал 10 опер, и в том числе творчество Вебера охватывает все остальные, абсолютно все музыкальные жанры, как он автор двух симфоний, двух канта, трёх церковных мест, массовые степени и каменные инструментальные музыки, и также многочисленных концертов для инструментов с оркестром. Когда ему было 24 года, он в Нюнхене познакомился с выдающимся фронтистом-витвозом Михаэлем Пауэрмана, и под впечатлением его игры «Солков» специально для Пауэрмана концертино для фланета с оркестром. Премьера этого концертина вызвала был восторг не только у публики, но и лично у короля Баварии. Как вы знаете, в то время политика устраивалась от искусства, и, конечно же, когда они присутствовали абсолютно на всех музыкальных мероприятиях подобного рода. И лично король Баварии, не будучи знакомым с Вебером, подошел к нему после концерта, и у восторженных чувствов заказал им не просто попросить. Сделал Веберфору, официальное заказ, он за это платил. Заказал Веберфору два концерта для фланета с оркестром. Задал два, а не один. Концерты для погоды и для виолончей с оркестром. Веберфор написал все, кроме виолончейного концерта. В сегодняшней программе первым номером разлучит одно из самых прекрасных произведений для инструментов с оркестром Вебера. Это тот самый первый фланетовый концерт, который заказал король Баварии. Это сочинение написано, конечно же, с опорой на классическую традицию, в нем три части, как положено к классическому концерту. Однако, каждая часть провизана уникальным даром Вебера романтика. Такая музыка будет скорее использована позднее шумом и эмилиционным. Первая часть – это очень глубокомысленная, сосредоточенная драматическая музыка, наполненная Веберфоринской потепкой. Вторая часть написана очевидно по влиянию в планетобом «Торжественный тендер». Это прекрасная, божественная музыка. Однако, даже здесь этот успевает сделать, умудряется сделать уникальные для своего времени вещи. Он вводит в эту медленную часть средний, абсолютно контрастный раздел. А в конце части использует потрясающую находку, когда трио «Полторм», этот благородный, величественный звук «Полторм», вкупе с планетобом «Торжественный тендер», уносит нас, действительно, в сообочные дары. И интересно, что та форма, которая написана вторая часть, это форма будущей оперной романтической алии. Вообще, романтизм как таковой, в искусствовении принято датировать начало романтизма 1821 годом. Этот год был, собственно, день премьеры ОТВ «Волшебных стрелок». И третья часть этого концерта, она сильно отличается от первых двух своим более радостным и непосредственным характером. Конечно же, там присутствуют романтические углубленные размышления, но в целом это довольно жизнеутверждающая музыка, оставляющая ощущение счастья и полноты после глубоких раздумий первой и второй части. Итак, уважаемые дамы и господа, на сцене Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, Карл Нарея Хомбэбер, концерт номер один, Дельфанэк Закетов, солист, заслуженный архивист Республики Башкортостан, местательный, Натур Нарея. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 for clarinets written by Carl Weber. В этом году он был в Киеве, потому что отец параллельной бросьбой Шумана из-за несерьёзности его профессии. Он не мог позволить, чтобы его дочь вышла для какого-то музыканца. Но в конце концов, эта ситуация разрешилась, и они воссоединились. И в этот счастливый период Шуман пишет достаточно сжатые сроки два сочинения. Первое – это «Весенняя симфония», изначально она называлась «Весенняя симфония номер один», которую вы могли услышать в первом концерте. И другую симфонию «Ре мино». Оба этих произведения предисполнены в реликтике, но «Симфония номер один», «Весенняя», которая прошла под управлением телецами инвенционного латырии, восторжена. А второе сочинение «Симфония для мино». Была принята очень плохо и шумом, получил в газетах весьма отрицательную прессу от именно этого произведения. И несмотря на то, что он был убеждён в достоинствах этой актитуры этого произведения, он в прямом смысле убрал её с пол до лучших времён. И только спустя десять лет, в 1851 году, он решился взять сочинение и реликтально его переработать уже взглядом мастера. Но поскольку за эти десять лет были написаны две других симфонии, вторая и третья, то это произведение, которое изначально должно было стать второй симфонией, И это произведение «Симфония для мино» превратилось в симфонию номер четыре, тренино, под номером сочинения «Сто двадцать», то есть её как произведение «Сределого мастера». Интересно, что Йоганн Странс, который делался духовным наследием Шумана, считал проповедную и истину Шумана в первую битальскую симфонию, вот что говорил Франц. Я нахожу восхитительным, что это прелестное произведение сразу было обличено в наиболее красивое и соответствующее его одеяние. На то, что позднее Шуман его так утяжелит, его мог соблазнить скверный бюссельдорский оркестр. Но всё его прекрасное, свободное и грациозное движение стало невозможным в этом его хуже наряду. Благодаря Францу, собственно, в 1791 году, и попреки воле половинского Шумана, эта симфония была действительно также в первой редакции. Четвёртая симфония Шумана является одним из самых новаторских произведений не только в творчестве Шумана, но и во всей музыке первой половины XIX века. Дело в том, что изначально композитор задумал это произведение как одночасную симфоническую фантазию, состоящую из пяти разделов. Вступление и пять непрерывных следующих полусадурных разделов. Однако эти разделы должны быть объединенным тематизмом. И вообще те темы, те мелодии, которые звучат в этой симфонии и переходы из части в части, это, наверное, самое личное, глубокое и единое, что создало Шуман. И таким образом, переходя из части в части, эти темы подчеркивают уникальное единство всего этого сочинения. Несмотря на то, что Франц считал первонервной первую редакцию, мы сегодня будем исполнять все-таки позднюю редакцию, которая делается Шумом, с моей точки зрения, именно поздняя редакция подчеркивает и резюнирует жизнь Шумом, как будто в тридцать лет он сделал некое пророчество своей собственной жизни и в конце углубился в это, серьезно пересмотрев всю музыку. С моей точки зрения, эта симфония подчеркивает ту самую горьбу двух начал, которые происходят в человеке, чтобы человек водится сам собой и противопоставление духа, обстоятельства на клизме, в том случае глубина этой музыки совершенно непостижена. В финальном варианте это симфония состоит из четырех частей, вступление – это вторая, третья и четвертая части. Однако на глубокомысленно вступление на этой музыке будет построено практически все по следующим теме. Сначала вы услышали такую очень драматическую, в какой-то степени скорбную, прессивную музыку, после которой начнется самая главная партия, главная тема симфонии. Вообще, удивительно, насколько сильна в этой музыке в кавычках гравитация, в протяжении Земли. Такое ощущение, что что-то постоянно не дает нам звуки и прижимает нас. Это обстоятельство сжимает человека и не дает ему выводиться вверх. Однако уже в первой части, сквозь эту борьбу, главная тема трансформируется, превращаясь в победоносную, маршообразную музыку, которая станет последствием главной темы финала симфонии, и, таким образом, подчеркнута арка и связь единого всего полицидей. Также удивительный тот факт, что от начала до конца, этой самой первой части, вы услышали, как постоянно накаляется градус, и как будто мы чего-то ждем. В самый кондиционный момент хочется услышать какую-то громкую, торжественную, патетическую нутку, воду и нагонять. Зачем это пришли? И в этот самый момент Шуман все обрывает грустным, сквозным, ненормным аккордом, духовым инструментом, происходит абсолютно внезапно. И таким образом начинается вторая часть, которую он сам назвал романс. Тема этого романса – это как народная песня, народная панта. Она звучит в исполнении явных челесок, готовое слово и впоследствии с ним. В ней подключается также погода. Это удивительная личная музыка, звучащая как что-то очень далекое от нас. А середина и второй части этого романса построены на вариациях на тем вступлением, которые звучат в исполнении своих слов. Также без перерыва следует третья часть «Скерца», которая вызывает прямые ассоциации со «Скерцем» из Великой девятой симфонии Бетховена. Эти обе части, Бетховенская и Шуманская, написаны в одном размере, примерно в одном текле, в одной тональности, только в отличие от планетарной воинственности Бетховена, музыка Шумана более человечна, более лична. Это как разговор с самим собой. И как принято во всех «Скерц», во всех третьих частях Шумана, у него два трио, то есть два средних раздела. Этот средний раздел, опять же, построен на теме вступления. Если бы вы меня лично спросили, что такое для меня голос, лучше как-то понимая это продолжение, я бы сказал, что лучше всего на этот вопрос может ответить именно трио из третьей части «Четвертой симфонии Шумана», настолько далека и исключена от этой музыки. В «Скерцоне» в полной третьей части есть такая традиция классической музыки, что музыка начала и музыка окончания эти части должны строго и полностью повторяться. Шуман уходит от этого и вместо повторения – начало этой части, он входит в совершенно новую музыку, переход к финалу, который опять же идет без перерыва, подчеркивая опять же целостной симфонии. Что касается музыки финала, в этот взгляд кажется, что этот финал очень странно в жизни утверждает, что после такой драматической музыки хотелось бы услышать ещё более углублённые и серьёзные размышления, но это связано с тем, что Шумом всё-таки написал эту музыку в 30 лет, когда был ещё молодым человеком, когда он был надежден на душу. Но, с моей точки зрения, эту часть стоит воспринимать как в целом программу романтизма через проекту, как и, как говорил, выходим от мрака к свету. После таких глубоких переживаний, после личностной горды, человек всё-таки выходит к такому-то свету и к чему-то прекрасному. Итак, уважаемые дамы и господа, в завершении нашего цикла «Овтомянных концептов сокровищных армонитизма» национально-симфоническое оркестр Республики Ташкортостан исполнит симфонию номер 4 Рейнор Роберта Шумана. Большое спасибо! Аплодисменты Роберт Шуман, симфрия номер 4 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok ЛТЕ or at least 3G At least 3G have to be At least Okay, I've got back I've got back to the streets It's Lenin Street In front of the concert hall Here is Hotel Bashkiri What actually also means Bashkiristan But Bashkiri is like more informal Informal version of Bashkiristan So Bashkiristan is like official And Bashkiri is more informal And here is on the background the concert hall Bashkiristan It's the concert hall and actually the base of the National Symphony Orchestra of the Republic of Bashkiristan But here they perform not only classical music Many different concertos goes here all the time It's like a pop music Bashkir pop music Folk music Stuff like that Well, so yeah, many different kinds of concerts goes here Let's grab some coffee Let's grab some coffee There's a nice coffee place called Kumpan Kumpan Cafe Kumpan Coffee Coffee and wine Okay, I've got my culture A portion of culture today Russia 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 I've got my culture Because, you know, my power is estimated in latte powers Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне необходим латте... Очень срочно... Здесь... Окей... Чистейшая латте... Мне нужен чистейший латте... Мне надо отметиться... Темпертичек... джуди батарфилдс thank you но Субтитры сделал DimaTorzok 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 When one opponent has such an advantage it is becoming not that interesting to watch. Will you be visiting Liana or Catherine on your trip? I visited Liana two days ago. Sergei, you scream as much at games as I do and I feel bad when my team loses. Yeah. Okay, dudes. I believe I need to go. I need to go. Maybe I will start another live stream. But this live stream I need to close this theme of classical concerto. Okay? So I'm gonna stop it now. Thank you for watching. See you later. 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 Продолжение следует...